Американцы создают арабскую НАТО. Помешает ли им Россия? Американцы создают арабскую НАТО. Помешает ли им Россия 8 часов? AP Photo, Evan Vasai. Принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме. 20 марта 2018 года. AP Photo, Evan Vasai. Москва, РИА Новости 19 мая, Галей Ибрагимова. Американский проект арабской НАТО терпит неудачу. Египет решил не портить отношения с ближневосточными союзниками и Москвой ради мнимой арабской солидарности. Удастся ли американцам обойтись без Каира и объединить арабов в военно-политический блок, разбиралась РИА Новости. Спасти арабов от Ирана. Мне нравится король Салман, но я сказал ему, король, мы защищаем тебя, ты не продержишься там и двух недель без нас, вы должны заплатить за наше войско. Заявил Дональд Трамп по итогам прошлогодней встречи с саудовским монархом, анонсируя американский план создания арабской НАТО. Эту идею Трамп придумал не сам, а позаимствовал у своего предшественника. Барак Обама еще в 2011-м предлагал создать на Ближнем Востоке военно-политический альянс, чтобы обезопасить регион от повторения арабской весны. Но тогда политики не говорили ни о какой направленности блока против Ирана и России. Наоборот, Вашингтон хотел улучшить отношения с Тегераном и активно вел переговоры по иранской ядерной программе. Видимость перезагрузки сохранялась и в американо-российских отношениях. Когда в начале прошлого года американцы вернулись к планам создать арабскую НАТО, акценты сместились. Дональд Трамп назначил Тегеран главным противником Ближневосточной безопасности, вышел из ядерной сделки и взял курс на спасение иранцев от режима Айтол. Что касается российской угрозы, то здесь президенту США даже не пришлось ничего объяснять. Достаточно было сказать, что Москва якобы продолжает вмешиваться не только в дело Вашингтона, но и всего Ближнего Востока. Доказательной базой стало участие России в сирийской военной кампании. Основными лоббистами арабской НАТО выступили главные иранские антагонисты Саудовской Аравии и Объединенные Арабские Эмираты. Эти страны предложили американцам заключить пакт о безопасности. Документ должен официально оформить создание Ближневосточного стратегического альянса, МИДЛИ, East Strategic Alliance Mesa. Так будет называться арабская НАТО. В тексте документа союзники все же намерены четко прописать, что сдерживание иранской агрессии на Ближнем Востоке одна из главных задач нового блока. Выделять опасность усиления российского влияния в арабском мире пока не намерены. Вашингтон понимает, что многие ближневосточные страны дорожат хорошими отношениями с Москвой и чрезмерная антироссийская риторика арабской коалиции может их отпугнуть. AFP 2019 Fires New Line Офицеры Саудовской армии возле истребителей F-15 Персидские дрязги Помимо Саудовской Аравии и УАЭ, в альянс пригласили Египет, Иорданию, Бахрейн, Катар, Кувейт и Оман. Но главную ставку американцы делали все же на участие в проекте Каира. Египетская армия считается самой крупной и наиболее оснащенной в регионе и в перспективе могла бы претендовать на роль ведущей сил нового блока. Рассчитывают США и на то, что содержание Союза арабские страны большей частью возьмут на себя. На фоне требований Трампа к европейским союзникам увеличить долю в бюджете Североатлантического альянса финансирование арабской коалиции точно не входит в планы Белого дома. Кроме того, президент США неустанно повторяет, что безопасность Ближнего Востока – забота самого региона. Вашингтон готов взять на себя функции главного координатора новой военно-политической организации. Белый дом полагает, что арабская НАТО улучшит отношения стран Персидского залива с Израилем, поддержавшим создание нового блока. Иранская угроза – одна из немногих тем, объединяющих арабов и израильтян. Надеются авторы инициативы и на то, что блок заложит основу для израильско-палестинского урегулирования. Но на этом оптимизм по поводу нового объединения исчерпывается. Антиамериканский рисунок в Тегеране. Решающее слово Египта. Страны Персидского залива погрязли во взаимных претензиях. Второй год продолжается конфликт между Саудовской Аравией, УАЭ, Бахрейном и Египтом с одной стороны и Катаром с другой. Первая группа обвиняет Даху в поддержке терроризма. Катарские власти все отрицают. Еще одна проблема для создания блоков – неопределенная позиция Омана. Традиционно это небольшое государство придерживается нейтралитета. Султанат всегда готов выступить посредником в урегулировании межрегиональных споров и не раз предоставлял площадку для переговоров конфликтующих сторон. Другая сложность – непростое отношение многих стран Персидского залива к проводимой Саудовской Аравией военной операции в Йемене. На протяжении многих лет соседей Эр-Рияда призывают прекратить кровопролитие. Убийство саудовского журналиста Джамаля Хашакджи в Турции и павшина кронпринца Мухаммада бин Салмана подозрения в организации преступления оттолкнули от Эр-Рияда многих соседей. При этом королейство продолжают обвинять в поддержке терроризма. Президент США Дональд Трамп и президент Египта Абдель-Фатаха Ассиси во время встречи в Белом доме. 9 апреля 2019 года. Активнее всего переговоры велись с египетскими властями. Но Каир медлил с ответом. Даже визит в начале апреля президента Египта Абдель-Фатаха Ассиси в США и переговоры с Дональдом Трампом не внесли ясности в этот вопрос. Напрягало Вашингтон и то, что за несколько дней до Америка на египетских переговорах на высшем уровне Ассиси принимал у себя Сергея Лаврова. Стороны тогда заверили друг друга, что остаются стратегическими партнерами. Белый дом расценил это как выпад в свой адрес. И был недалек от истины. Через пару дней после переговоров Ассиси и Трампа египетские власти сообщили, что отказываются вступать в арабскую НАТО. Новый блок, по мнению Кайра, только подтолкнет Тегеран на очередный распри с соседями. Кроме того, Египет открыто заявил, что не хочет участвовать в альянсе, нацеленном против России и Китая. С давних пор Кайр выстраивал внешнюю политику таким образом, чтобы не пришлось выбирать между Москвой, Пекином и Вашингтоном. И сегодня страна остается верной этому принципу, отметили египетские власти. Иранцы сжигают флаг США в Тегеране. 10 мая 2019. Сомнительное целеполагание. Специалист по Ближнему Востоку, научный сотрудник МГИМО Максим Сучков считает, что строить коалицию с участием арабских стран с самого начала было рискованной затеей. Проект арабской НАТО это ведь не только вопросы безопасности, но и управление Союзом, решение финансовых задач. И ввиду разногласий внутри арабской семьи с самого начала было сложно представить, как будут решаться все эти административные моменты, высказал Рия Новости свое мнение эксперт. Антироссийская и антикитайская риторика нового альянса рано или поздно вызвала бы недовольство не только Египта. Каир, как и другие арабские страны, тесно сотрудничают с Москвой и Пекином по экономической и военно-технической линиям. Портить отношения с ними ради Союза, который до конца не определился со своими целями, сомнительная перспектива, рассуждает политолог. Рия Новости, Виталий Белаусов, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и президент Египта Абдель-Фатахас Сиси на встрече в Каире, 6 апреля 2019 года. Рия Новости, Виталий Белаусов, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и президент Египта Абдель-Фатахас Сиси на встрече в Каире, 6 апреля 2019 года. Эксперт Российского Совета по международным делам Алексей Хлебников не видит смысла говорить о будущем арабской коалиции без участия в ней Египта. Альянс не мыслим не только без самой большой в регионе египетской армии. Позиция Каира не совпадает с соседями и по ряду других региональных проблем. Например, египетские власти не так критично настроены в отношении Ирана, как Саудовская Аравия. Впрочем, ОАЭ, Оман, Куви тоже далеки от того, чтобы идти на резкое обострение отношений с Ираном, объяснил Рия новостью Хлебников. Эксперт полагает, что российские власти понимают все эти проблемы в арабском мире. Именно поэтому и не рассматривают проект всерьез. Субтитры создавал DimaTorzok